Заснеженный ноябрьский привет вам, друзья! В эфире StopGame.ru, Индикатор. Ну, на самом деле, привет где-то заснеженный, а где-то просто-напросто мокрый. Так или иначе, всю эту поздне-осеннюю промозглость попытается прогнать из вашей жизни, хотя бы на некоторое время, наш тепло-ламповый ежемесячный вестник, посвященный независимому игрострою и всему, что с этим связано. На посту, как обычно, Иван Лоев и Глеб Мещеряков. Приступаем! От Макмиллана ничего не поступало, поэтому сегодня мы вольны начинать с любой темы. Вообще, раз уж мы заговорили про традиции, я обычно стараюсь разбивать новости на несколько условных тематических блоков и следовать от крупного к мелкому. Вот вам немного индикаторской кухни в начале лога. Да, это я к тому, что сегодня блок такой, по сути, всего один получился. Хоррорный. С него давайте и начнем. Давайте! Для PS4 анонсирована Amnesia Collection. Это, как несложно догадаться, переиздание игр серии Amnesia. В коллекцию входят The Dark Descent, Justin и Machine for Pigs. Выйдет вся эта красота уже 22 ноября. Конкретная дата выхода наконец-то появилась и у долгожданной рутин. Хотя даже не дата, а месяц. Март будущего года. Но стоит, наверное, все же держать в уме очень обстоятельное отношение разработчиков к своему детищу и их желание выточить совершенство. Поэтому от очередного переноса мы отнюдь не застрахованы. Inside не то чтобы хоррор, но мрачной атмосферы в этой игре предостаточно. Дополнительно сгустить ее вам теперь поможет знакомство с процессом записи саундтрека для игры. Оказывается, композитор Мартин Стик Андерсон при работе над музыкой для Inside использовал настоящий человеческий череп. Дело в том, что он, череп, создает специфический эффект реверберации. К примеру, из-за него свой собственный голос во время разговора мы воспринимаем не таким, какой он есть на записи. Уверен, что специалисты уже давным-давно создали какие-нибудь пресеты в программах для обработки звука, чтобы добиться схожего эффекта. Но вот Андерсон решил, так сказать, заморочиться по полной программе и во имя искусства отыскал где-то череп и задействовал его. Честно говоря, я как-то даже не могу описать свои ощущения от этих новых знаний, но уютнее игра для меня точно не стала. За уютом это Great Game Company, наверное. По крайней мере, на тех трех картинках, что сопровождали анонс новой игры от создателей Journey, я ничего отталкивающего не обнаружил. Ну, точнее, как анонс. Рабочее название у проекта The Next Game и пока что о нем ничего не известно. Авторы разве что сказали, что это будет игра про тех, кто дарует. Еще известно, что проект мультиплатформенный. Скорее всего, выйдет как на игровых системах, так и на мобилах. И, видимо, без издателя. Следующий гость лога показался мне обычным квестом, но потом выяснились кое-какие интересные подробности, о которых Фен вам сейчас расскажет, как человек посвященный. Прям вот буквально цитата из нашей с Глебом переписки. Есть такой веб-комикс HomeStack, который в определенных кругах имеет почти культовый статус. И его создатель как-то собирал деньги на игру, после чего куда-то пропал. А тут вдруг взял и выплыл из небытия с первым трейлером. Конец цитаты. Добавлю лишь, что игра называется Hive Swap и первый ее акт зарелизится в январе. Что там по поводу продолжения, пока неизвестно. Меж тем продолжение Needhawk, то бишь вторая часть игры, выйдет и на PS4. О чем возвестил старый трейлер с новой концовкой. На Indiegogo внезапно проявили себя Аурея Харви и Михаэль Самин, создавшие лет 10 назад многопользовательскую игру The Endless Forest. Где каждый пользователь отыгрывал роль оленя. Ревел по олене, тряс рогами и не имел никакой возможности написать что-нибудь в чат. И теперь авторы собираются сделать... То же самое по сути. Добавив в название под заголовок Second Decade. Если я ничего не путаю, студия Tale of Tales, в которой собственно и трудились Аурея и Михаэль, вроде как заявила о том, что заканчивает с играми, раз уж аудитория в большинстве своем не может осознать всю суть многочисленных интерактивных экспериментов за ее авторством. Но вот видимо у основателей свой взгляд на эту проблему. Ну или они передумали просто. Назнакомиться с наградами и обещаниями можно перейдя по ссылке из описания. Теперь немного странного. То, что мы не привыкли видеть в инди-индустрии. Скандал с налетом феминизма, сексизма и всего такого. Один из авторов портала Rock Paper Shotgun отправился, а точнее отправилась, так как речь идет о женщине, по кривой дорожке, вытоптанной когда-то полигон. Покопавшись в коде игры RimWorld, журналистка обнаружила целую кучу вопиющих, нетолерантных несправедливостей. В игре, видите ли, нет бисексуалов. Персонажи с оторванными конечностями почему-то менее привлекательны для остальных в романтическом плане. Мужчины в игре не любят женщин намного старше себя, а женщины наоборот не особо благосклонны к молодым ухажерам. И вот об этом вышеуказанная журналистка сочинила целую статью. Да, знаете, столько уже сарказма было пролито на сию благодатную почву. Такое внушительное количество фейспалмов породило это новое веяние, что сейчас я предлагаю просто перейти к следующей теме. Да, тут как бы все понятно, просто немного грустно, что и до Индии это дело доползло. Не мог не поделиться с общественностью таким известием. Вернемся в колею, обратившись под финал лога к чему-то нам более близкому, то бишь к отечественному креативу. Во-первых, мелькавшая в наших блогах нестыть про отвратительных жрущих скалопендер объявилась в Team Greenlight. Заходите на страничку, знакомьтесь и в случае чего голосуйте. А во-вторых, Сергей Веденский, автор видеобиографии известных инди-разработчиков, не так давно опубликовал на своем канале материал, посвященный Сергею Носкову, автору проектов «Свет», «Поезд» и «35 мм». Так что, если тема вам интересна, обратите внимание. Оба Сергея молодцы. И на этой позитивной ноте переходим к блицам, где сегодня фен-император. Да, рубрику «Блиц-обзоров» сегодня оккупирует единолично фен. Я пытался высмотреть в Стиме что-нибудь интересное, но так ничего и не обнаружил. Зато у Вани вот улов на редкость богатый. И разношерстный. Целых пять игр набралось на любой вкус и цвет. Правда, далеко не о каждой найдется, что рассказать за пределами одного абзаца. И, пожалуй, с самого странного представителя сегодняшних блицов мы и начнем. The Writer – A Change of Identity. Это такой типа эксперимент. Своего рода, наверное, даже АРГ. То бишь, игра в дополненной реальности. Иначе говоря, чтобы осилить всю глубину изначального авторского замысла, вы должны не только запустить и пройти игру, но и почитать текстовые, так называемые, хроники эксперимента и при желании посмотреть загадочные видосики на ютубе. Необычный метод подачи. И это все идет в комплекте с игрой? Нет, дневник можно почитать на странице игры в Steam. Странное видео приложено туда же, но у меня оно почему-то вешало страницу магазина насмерть, поэтому пришлось по названию искать его на ютубе. Итак, о чем это все? Парень захотел сменить личность. Принял загадочные таблетки и стал записывать все, что с ним происходит. При этом программа Writer стала записывать все, что творилось его под осознанием. И нам представляется великая честь разобраться в полученных результатах. Сделать это легко. Надо просто из появляющихся на экране кусков фраз собирать их полноценные варианты. И какая вырисовывается общая картина? Довольно неутешительная. На самом деле, кроме оригинальности подходов, The Writer ловить нечего. За интригующей формой скрывается не очень хорошо написанная пачка текстов. Это я и про дневники, и про истории, которые скрыты внутри программы. Понять которые на самом деле довольно легко. И какого-то откровения или мощного посыла я так и не уловил. В дополнение ко всему хочется отметить, что сама по себе история получилась очень картонной, что ли. Не возникает веры ни в правдивость дневников, очень уж они короткие и обрывистые. Ни в человека перед камерой. Ни тем более, что в игре записаны мысли под сознание. В результате ни атмосферы загадки, ни сюжетной ценности, ни чего-то еще способного зацепить замечено не было. Вот тебе и один абзац. И вердикт в итоге не рекомендуем никому? Пожалуй, да. Ну, если у вас возник какой-то интерес к этому делу, можете прогуляться до страницы игры в Стиме и почитать местные описания. И если они понравятся, может быть и стоит купить. Благо, просят за игру не 500 рублей. Вообще, выпуск у нас сегодня какой-то низкобюджетный получился. Только последняя игра стоит порядка 400 рублей. Ну, а мы же движемся дальше. В заснеженные леса. В Сибирь, что ли? Ну, у нас уже неделя две тут, как наступила зима, конечно, но нет. Попадаем мы в воображаемое место, где происходят события Feel the Snow, следующей игры из нашей препарации. И, судя по тому, что я вижу, это очередная выживальная песочница с открытым миром. Абсолютно верно. Господи, сколько же их наплодилось. Но сейчас их выходит не так много, но тут у нас есть пачка важных «НО», которые я выделил как минимум для себя. Во-первых, игра приятно выглядит. Вполне себе уютный пиксель-арт составляет большую часть картинки, но некоторые объекты абсолютно непонятно зачем обведены тонкими темными линиями. Вот это я бы однозначно убрал, пока еще есть время. Во-вторых, упор здесь сделан не на выживательном элементе, а скорее на боевке. У героя много всяких перков и умений, которые можно открывать и усовершенствовать. В-третьих, имеется какая-никакая, но вполне приятная атмосфера. В том числе, приятная музыка. Так что да, «Fill the Snow» — это не что-то выдающееся, но вполне компетентный представитель жанра как минимум. И как и в прошлый раз, у нас для вас есть десяток ключей на розыгрыш. Но чтобы решал все не безликий рандом, мы решили сделать так. На сайте stopgame.ru в комментариях к этому выпуску индикатора ответьте на один простой вопрос. Что можно скрафтить из снега и палок? Самые оригинальные, изобретательные и остроумные и получат ключи. Итоги начнем подводить где-нибудь через недельку после выхода передачи. А я напоследок озвучу, что проект пока находится в раннем доступе, но уже играется вполне себе полноценно и скоро отправится в релиз. Другая игра в раннем доступе, о которой мы сегодня поговорим — это «Симулятор таракана». Помню, была такая забава в 90-е — гоняться по кухне за тараканами с тапком. И именно об этом игра и есть. «Carroach Simulator» — это мультиплеерная забава, где один игрок отыгрывает роль жителя квартиры, бьющегося с нападением усатых насекомых, а остальные, соответственно, занимают именно эту позицию. «Вот это я понимаю, асимметричный мультиплеер. Не то, что всякие волвы. И как оно?» А вот очень здорово. Иначе я бы игру не стал брать в индикатор. Все дело в том, что механика достаточно разнообразна и отлично работает. Тараканом ты себя реально чувствуешь беспомощной малявкой, но таким малявкой чужим, который и по стене, и по потолку может побегать на приличной скорости, и к тому же ты кое-где можешь спрятаться из-за размеров объектов. И в целом тебе надо просто бегать и хавать крошки. А вот когда ты человек, то ты большой, непроворотливый, но зато можешь открывать-закрывать дверцы шкафа, включать воду в раковине, газ поджечь и даже создать мини-огнемет. А еще ты можешь прицельно раскидываться кухонными принадлежностями. В результате как минимум один-два вечера полных смеха игра однозначно способна подарить. Хотя выглядит это все, конечно, очень на любителя. Это я так, чисто со стороны. Ну, создатели, полагаю, сознательно пошли по такому пути, ибо неистово эксплуатируется позднесоветская эстетика мужиков в майках и трениках на кухне. Хотя человек может быть не только мужчиной, но и женщиной, что добавит определенный градус пикантности происходящему с точки зрения тараканов. Ну да ладно. Я просто призываю вас не обращать внимания на довольно неказистое название и скриншоты. А собраться с друзьями, купить и поиграть. Оно того реально стоит. И мы переходим к предпоследнему сегодняшнему блицу. Кто у нас там? Свежая, и, кстати, по-моему, вообще впервые в индикаторе, ММО от студии Might and Delight, Meadow. Хотя ММО это, наверное, слишком громкая характеристика для такой игры. Это где зверушки по лесу бегают и в которой ты находил параллели The Endless Forest. Она самая. И забавно тут, кстати, то, что в итоге справедливее провести параллель с The Path от той же студии, между прочим. Так, не, погоди. Давай сбавим обороты и обо всем по порядку пройдемся. Meadow это большой, можно даже сказать, огромный открытый мир, по которому в обличии разных зверей путешествуют люди. Причем, хоть мир и большой, но он не одинаковый. Тут есть и летний биом, и осенний, и болотцы, и пещеры, и много других зон. К тому же внутри у них еще есть разная градация, например, между лугами и лесами. Разброс же принимаемых игроками личин довольно предсказуем. Это практически все звери, которые встречались в играх типа Shelter, плюс кое-кто новый. То есть вы можете быть барсуком, рысью, оленем или еще кем-нибудь. И как и The Endless Forest, у игроков нет средств для прямого общения. Только характерный для конкретного животного клич и разнообразные смайлы, которые здесь зовутся эмоциями. Так а зачем вся эта фауна путешествует по большому открытому миру? Хищники охотятся на травоядных, а те ищут себе пропитание и прячутся? Или вроде того? Нет, убивать и умирать в Мидоу нельзя. Игра про другое. Она про прогулки и сбор всяких растений и лепестков. А, так вот в чем параллель The Path. Именно так, да. Эти цветы, лепестки и прочее открывают для зверьков либо новые эмоции, либо шкурки, либо вообще новых животных. И в целом это, пожалуй, не звучит слишком интригующе, завлекательно, но студия Might and Delight снова сделала ставку на атмосферу и выиграла. Потому что даже в одиночестве бегать и любоваться этими необычными, но красивыми пейзажами не грех, а делать это в компании с незнакомцами еще и весело. Сложно объяснить почему, но это прям неистово заряжает позитивом. Короче, рекомендую. Душевно, уютно и мило. Прям как наш последний проект, я ведь прав? О-о-о-о, да. История разработки чудесного метроидного платформера Oldboy берет свое начало где-то в районе 2006 года. Помнится, в первом или втором выпуске Лапщи, дайджеста, который стал прародителем индикатора и выходил на просторах наших блогов, был один из первых трейлеров игры. А это на минуточку уже лет пять назад было. В общем, проект очень долгостройный. Но не потому, что у создателей было амбиций больше, чем может вместить в себя одна игра, просто, как и многие другие авторские проекты, делался Oldboy по мере появления у его создателей свободного от основной работы времени. Тем не менее, десятилетний производственный цикл закончился, и наконец-то игра предстала перед аудиторией, которая, в общем-то, уже и забыла о мальчике-саве. К сожалению, да, немногие восприняли релиз так же воодушевленно, как я. Ну и по факту охватывает двоякое чувство. С одной стороны, выглядит и звучит игра изумительно, восхитительно и так далее. Очень красиво, мило и душевно, в общем. Каждый пиксель на своем месте все движется, колышется. Сюжетно же перед нами довольно необычный стимпанк-мир людей-птиц, живущих на островах, которые висят в небе. Главный герой – молодой и неопытный член сообщества, который многие недолюбливают, потому что он не самый аккуратный и не самый умелый. Но внезапно на его плечах оказывается груз по спасению родной деревни. Ну и в целом, ничего сверхоткровенно нового тут, конечно, не получается, но написан сценарий хорошо, персонажи приятные, юмор на месте. Так и в чем же проблема? В геймплее, получается? К сожалению, в нем самом. Возможно, виной тому попытка авторов сделать игру в духе эпохи 16-бит, потому что и графика похожа, и звуковой ряд стилизован. Тут даже анимация смерти главного героя происходит на черном экране. Но в итоге получается так, что прохождение немного монотонно ощущается. Особенно сегодня, когда уже есть всякие Ori and the Blind Forest и множество других игр, названия которых я спонтанно забыл. Однако ж, немного монотонный геймплей еще не значит, что он плох. Все заложенные механики работают. Просто чуть-чуть не хватает разнообразия. И вообще, Оллбой это такой штучный и редкий продукт, что проходить мимо никак нельзя. Раз уж вы смотрите этот дайджест. А я вот, кстати, смотрю на время. И пора бы нам потихоньку сматывать удочки. 60, цифра круглая. Вот и мы давайте будем закругляться. В общем-то, 60 это не цифра, это две цифры. Ой, да неважно. Главное, что мы вернемся на экраны уже 10 декабря. С вами были Глеб Мещеряков и Иван Лоев. До встречи на StopGame.ru. Раз уж аудитория в большинстве своем не может осознать всю эту... Автору проекта Свет, Поезд и 35 мм. Только они проекты, а не проекты. Субтитры создавал DimaTorzok